Вот что, какая ассоциация возникает у вас при слове «вишнёвая»? У кого-то девятый. Сад. Вишнёвый сад. Вишневый сад или вишнёвый. Ну, а сейчас мы расскажем о новом термине, для меня он точно новый, это «вишнёвая зима». Европейская зима. Другими словами, да, европейская в этом году, она у нас по-настоящему тёплая, аномально тёплая. И это повод задуматься, не только радоваться хорошей погоде, но и задуматься, что есть же некоторые особенности, связанные со здоровьем, в такие тёплые зимы. И задумываемся мы в компании с высокими, великими людьми. Александр Николаевич Харитонов, заместитель главного врача городского центра медицинской профилактики города Екатеринбурга. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Александр Николаевич. Рассказывайте, вот чем тёплая зима, скажем, хороша для каких-то болезней, а чем не очень? Ну, вообще тёплая зима для нашего периода, она, конечно, не характерна, а имеет свои особенности. Говорить, как-то вот тёплая зима имеет прямое отношение к заболеваемости, ну, наверное, очень сложно. Вот на сегодняшний день мы в городе Екатеринбурге имеем незначительный рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Конечно, в первую очередь, это немножко в этом году другой тип вируса гриппа, да, немножко изменилась структура возбудителей. И второе, это вот тёплая такая погода, она способствует тому, что люди меньше бывают организованные мероприятия в каких-то закрытых помещениях, больше гуляют на воздухе, на свежем воздухе. Это тоже способствует тому, что заболеваемость не на достаточно высоком уровне. Но опять же, вот в такое, такая вот неустойчивая погода, она способствует тому, что особенно молодое поколение, оно не контролирует себя, как правильно одеться, как себя уберечь от переохлаждения, поэтому стараются снимать шапки, головные уборы, с голыми, извините, ногами, с голеностопами гуляют. И, конечно, это способствует тому, что они чаще простывают. И вот как раз среди молодого поколения, особенно среди школьников, у нас заболеваемость, ну, на достаточно теперь высоком уровне. А вот эта мысль, прости, пожалуйста, Олюш, о том, что в теплую погоду инфекции вируса разлетаются быстрее, от этого мы заболеваем, чаще она имеет под собой реальную основу? Это действительно имеет под собой реальную основу, потому что, когда сильный мороз, то мы, в общем-то, меньше начинаем болеть и действительно идет распространение. Ведь кто распространяет сегодня вирус? Кто? Человек. Больной человек, да? То есть он выходит на улицу, он гуляет, он идет в общественные места, и он заражает других. Когда это холодно, сильный мороз, человек все равно старается оставаться дома, он понимает, что он опять перехладится, он замерзнет, ему холодно, и он сидит дома. То есть источник заболевания у нас изолирован. Но есть, вот мы сейчас с вами разговариваем про те заболевания, которые сезонные, но есть хронические заболевания, да, которые у нас зимой обостряются. Ну, а есть ли такие заболевания, да, есть ли такие люди, которым в такую теплую погоду, наоборот, легче? Ну, действительно, такие люди есть, потому что это все зависит от особенностей организма индивидуально. У каждого есть какое-то свое заболевание, и действительно, сегодня вот такие перепады температуры, допустим, тяжело на это реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что идут перепады давления. Не всегда хорошо, вот когда повышенная влажность идет, это же все еще способствует повышенной загазованности. Люди с хроническими заболеваниями, органов дыханиями, тоже им тяжелее дышать. Поэтому каждый год индивидуально, ну, все это особенности. Я считаю, что мы живем на Урале, и у нас должна быть уральская погода, да, у нас зима должна быть зимой с нормальными морозами, а лето должно быть хорошее солнце. Малоснежное. Все должно быть на своих местах. Давайте теперь поговорим про профилактику. Вот в такую теплую зиму, да, какая должна быть профилактика, что я должен сделать для того, чтобы, ну, не заболеть, а себя все-таки поддержать? Ну, самое главное у нас, вот я считаю, вне специфической профилактики того же гриппа или любых острых респираторных заболеваний, это больной человек должен оставаться дома. Ну, с этим сложно, нельзя поспорить. Первое, заболевание, больной человек. Второе, это строгое соблюдение правил личной гигиены. Мы пришли, зашли в автобус, мы зашли в общественный транспорт, мы одели маску. Не нужно этого стесняться. Сегодня кадры, которые мы видим в Китае, люди совершенно спокойно носят маски, которые защищают. Надевает здоровый или больной? Значит, если больной человек вышел на улицу, он должен одеть маску, но не идя по улице, когда он заходит в транспорт, когда он заходит в какое-то здание, в общественное место, он обязательно должен одевать маску. На открытом, на свежем воздухе можно ходить так? На открытом, на свежем воздухе, да, можно ходить так. То есть вот вы сейчас нам принесли как раз-таки эти замечательные маски, давайте их раскроем и проговорим еще, сколько носить... Как правильно ей пользоваться? Не только как... Она еще, смотри, разноцветная какая. Есть детские специальные. Я предлагаю их не одевать, они красивые, замечательные, но... Не переживайте, я вам оставил маски, принес с собой для того, чтобы защитить всех ваших коллег своевременно, чтобы вы смогли профилактироваться. Замечательно. Мы покажем там. И тем более они уже становятся разноцветные. Посмотрите, в магазинах появляется огромное количество многоразовых даже масок, которые можно одевать и радовать окружающих. Многоразовые маски быть не должно. Маска должна быть одноразовой, их должно быть несколько штук по количеству у вас в запасе, для того, чтобы маски менять. Вы проехали в автобусе, вышли из автобуса, все, эту маску уже нельзя одевать. Она уже грязная. Если вы ее оденете, то на этой маске масса возбудителей, которые вы собрали в автобусе. И вы потом их опять... А постирать нельзя? Нет. Все, хорошо. Скупой платит дважды, что вы... Если не трижды. Спасибо вам огромное, Александр Николаевич. Спасибо, что разъяснили, спасибо, что дали четкие ответы. И спасибо, что принесли нам маски. Самое главное, не сказали мы с вами. Что? Если вы заболели, то нужно вызывать врача. И своевременно обращаться за медицинской помощью. И не стесняться. И этого не стесняться, потому что если перейдет все в пневмонию, вот от пневмонии человек может погибнуть. Тем более дома... Мы вас к этому призываем. Все это, конечно, элементарно, и все знают. Но мы вас призываем. На самом деле, вызывайте врача и болейте пореже. Есть повод не болеть, потому что в городе в выходные происходит много-много всего интересного. И вам лучше посетить мероприятие, носить ли туда маску или нет, решайте сами. А культ обзоров расскажет, куда сходить. Продолжение следует...